Россия начала активно что-то вывозить из Китая. Причем использует для этого грузовые самолеты Ан-124 «Руслан». Рейсы происходят едва ли не каждый день. Говорят, что Россия практически наладила воздушный мост с Китаем. Что именно она вывозит из Китая, пока что остается загадкой. Однако мы не исключаем того, что это могут быть тяжелые вооружения или боеприпасы. Потому что рейсов очень много. Если бы это была форма для солдат, то десятки грузовых самолетов вряд ли бы понадобились. Поэтому просим наших союзников обратить внимание на эти перевозки. При этом российские самолеты не всегда включают транспондер. Это говорит о том, что они пытаются скрыть факт полетов в Китай. В общей сложности уже около 10 рейсов было сделано за последнюю неделю. Активность российских самолетов заметили и любители авиации. В комментариях к своим кадрам фотографы добавляют, что российские самолеты прибыли для того, чтобы забрать военную помощь. Указываются только шлемы, бронежилеты и прочая экипировка. Однако, вполне вероятно, там могут быть и другие вооружения и технологии. К примеру, беспилотники Камикадзе, снаряды для минометов или даже баллистические ракеты. В основном все рейсы выполняются в китайский город Чжэньчжоу. Напомню, что именно здесь располагается подразделение китайского оборонного гиганта Наринко. А Наринко-группа — это китайский государственный многопрофильный холдинг. Он производит ракетное вооружение, артиллерийское вооружение, авиабомбы, крылатые и противокорабельные ракеты, беспилотные летательные аппараты и многое другое. Так что поверьте мне, россияне возят не только каски и бронежилеты, а что-то помощнее. Я думаю, что даже возможно, крылатые ракеты, которые у России начали заканчиваться. Так что нужно просить США, чтобы они проверили, что там возят россияне и если что, принять усилия для блокирования этих поставок. Немощная Россия начала побираться по миру в поисках вооружений. А нечего было нападать, коли селенок не хватает. Бестыжие совсем.